Средний срок службы мебели по ГОСТу примерно 10 лет. Правда, зачастую мы пользуемся ей и после установленного времени. Если ваш диван не только морально устарел, но и полностью утратил первоначальный вид и стал походить на рухлядь, не спешите его выбрасывать. Есть мастера, способные вернуть его к жизни. Перетяжка мебели начинается с ее разборки. Ее нужно разобрать полностью до основания. Если это, допустим, советский диван, то разбирается вплоть до брусов, все проклеивается. Если надо, то меняем ДВП, пружины, ватин, мебельное полотно. Если, допустим, мебель какая-то большая, объемная, сложная, то там разбирается только ткань, при необходимости накатывается поролоном с синтепоном. Потом, когда после того, как наши шлей шьют, то мы пристреливаем ее и, в принципе, все. Время, необходимое на перетяжку мебели, зависит от размеров дивана. В среднем уходит около двух дней. Все материалы, которые будут использоваться, согласовываются с заказчиком. Особое внимание следует уделить выбору обивки. Допустим, мы видим вот эту ткань. Это, наверное, называется шенил. Она, если у вас есть животные или дети, она не очень практичная. Это, когда, допустим, уже нету, дети выросли, животных нету, то можно ее выбрать. Курзан тоже самое. Он практичен, когда есть дети, но для животных он не подходит. Вот есть ткань хорошая, Томас. Она, кошка ее, при наличии даже ворса, кошка ее когтями не подберет. Восстановить можно практически любой диван. Главное, чтобы не был сильно поврежден деревянный каркас. Решить, менять или не менять старое на новое, можно, сравнив цены на перетяжку с ценами на новую мебель. Если диван удобный и, возможно, стоит дать ему еще один шанс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова